Без всяких беспокойств сидел и воспевал. А я думал, в своей жизни я никогда не ночевал в таких местах. Раньше там были простые условия, сейчас уже большое здание. Я видел, насколько они терпеливы, соблюдают этикет, как они способны приспособиться к этим условиям, не возражая на это ничего. So, then, gradually I had to compare. Рамачандра, Lord Ramachandra, with the law, actually, incarnation of etiquettes on it. So, Tirtha Gussvai Maharaj, it's the same thing. Etiquette. What exactly Vaishnava etiquette supposed to represent? Какой должен быть настоящий Vaishnavский этикет? В своей жизни, I don't know back and forth. Whenever I saw him age, he always perfect. был совершенным олицетворением этого Vaishnavского этикета. You know, it was... I am with him 1978. But I approached for initiation to my spiritual master. I think all of you know, he always refused me. In another way, he says, you have wrong choice. Yes. He said, you are right. Yes. In that time, I was 13-year-old. It was a wrong choice as mine. Почему неправильный выбор? Он говорит, что я в бедной саньяси, бедный брамот саньяси. У меня никаких центров нет. Если ты примешь у меня посвящение, будешь страдать. Лучше принимай посвящение у Ачарии с большим правом. У тебя будет столько места, где можно будет остановиться. Даже положение. Вот так. И он избегал меня. Но незавтра, в 1986 году на Икандыше он посетил наш дом. Мой духовный учитель приехал к нам домой. И с утра он мне сказал, сегодня я тебе дам инициацию. Посвящение. Но у него не было с собой чего так. И он сказал, окей, я буду дать инициацию сегодня. Я тебе дам посвящение сегодня, но через четыре дня будет ежегодный фестиваль Читань Гавадья Мадхи. Приходи туда. Сегодня я даю посвящение, а через четыре дня дам тебе четки. И я пошел, чтобы было четки в духовного учителя. И на втором этаже, это комната Тирки Махараш, поэтому я к нему зашел. И я пошел, чтобы был Бакланица Антона. Это был 1986 год. А он на третьем этаже. И он меня увидел с черноволосом, с такими волнистыми прическами. Сейчас уже волосы повыпадали. Но даже учитель в школе... Сколько ты времени потратил на свою прическу? А я пытался ему объяснить, что это сам Господь мне дал такие волосы и ничего не делал с ними. Он говорит, не, я сейчас тебя отшлепаю за это. И в тот день он мне сказал, бобрейся. И мне пришлось сбрить свою прическу. Тирка Махараш спросит меня. Кто оставил тебя? Мать или отец? Почему бритая голова? Потому что наша традиция такова, что если родители умирают, то дети бревут голову. Поэтому он меня спросил. Нет, я получил посвящение. У кого? Когда? У кого? Очень здорово. Акшеда Махарад, я пришел сюда, чтобы получить гости и бред. Потому что 4 дней я был очень четким. 4 дней я получил посвящение. Но когда был в доме, у него не было четко. И вот такие у нас были отношения. Когда Гуру Махарад очень сильно заболел, мой духовный учитель, он находился в больнице. Он находился в больнице. Я забрал его из больницы. Я забрал его из больницы. И сделал из одной квартиры в Калькутте. Я сделал из одной квартиры в Калькутте. И я увидел, что Т. Махарад приехал из-за рубежа. И на следующий день после приезда он сразу же приехал к нам в эту квартиру. Но мы должны найти время для общения с великими вайшнамами. Это так важно. Это на примере его личности. И когда ушел на него, в 99-м году, 22-го года, после Картики на игре, в этот месяц проходил Праджа Мандал Парикрама Чайтань Гаудия Матха. И в тот период как раз ушел мой Духовный Учитель. И я находился в Калькутте, не в Чайтань Гаудия Матха. Мне не хочется ни о чем просить никого. Нет. Сегодня нужно провести такой фестиваль. Действительно? Прям сегодня? Я подумал, наверное, он шутит со мной. Восемь часов, как это возможно? Нет. Приезжай. В 10.30 мы все сели в библиотеки и стали прославлять Пурикаса и Махаража вместе с ним и с другими предмами. И сколько примерно придет преданных, нужно всех их накормить просадом. И я поднесу Расугулу, потому что я знаю, что Пурикаса и Махараж очень любил Расугулу. Хорошо. Это означает близкие отношения. Если у вас близкие отношения, тогда вы можете что-то требовать. И я чувствовал это. Я чувствовал, что у нас есть близкие отношения. И поэтому он иногда приказывал мне сделать это сегодня прямо. Я могу сказать, что в 2011 или 2012 году, скорее всего. Я находился тогда в Австрии, в Вене. Как-то он дозвонился до меня в наш храм в Вене. Я удивился. Что? Тирта Махараж? Да. Почему? Потому что ты так давно не приезжал ко мне. И с этой целью вы не звоните. Я так чувствительно к этому отнесся. В то время его секретарем был Джоти Махараж. Тамал Кишни. Тамал Кишни. Он уже был Саньяси, Джоти Махараж. Он сказал. Он сказал. Он сказал. Он сказал. Я сказал. Как же я могу приехать из Австрии? У меня программы здесь. Но когда вы вернетесь в Индию, тогда приезжайте. Вы знаете, когда случилась эта гатастрофа в Нью-Йорке, братья, эти здания-близнецы не позволили. Я находился в то время в Сан-Хосе на Коста-Рике. Он был в Амстердаме и летел обратно. И он позвонил мне в Коста-Рику. Он искал, где я через своего секретаря. И позвонил и сказал. Махарадж. Возвращайтесь. В то время был я очень юный. Махарадж. Я думаю, что в Америке это безопасное место. Индия может быть проблемы с Индией и Пакистаном. Я решил, что я не вернусь. В Индию. Махарадж. Я просто говорю. Я не говорю вам, что я не знаю, что я не буду следовать ему или нет. Я буду счастлив, если ты вернешься обратно. Махарадж. Я говорю, как я могу вернуться? Мой тикет после одного месяца. У меня билеты через месяц после этого. У меня программы в Гавайи. У меня программы в Лос-Анджелесе. И в Майами у меня тоже. И мне нужно проехать везде. Но сейчас США не является безопасным местом. Американские вредные не разрешили мне нарушить эту программу. И я через месяц. И встретился с Махараджем. И он сказал. Но это же был риск, что ты оставался. Для всех нас риск, что ты там оставался. Посмотрите. Какова любовь от Чайли. Забота. Столько вещей я могу вспомнить. Таковы мои взаимоотношения. Я видел его за Богу. Не только ко мне. Ко всем преданным. Я могу сказать, что один из его учеников пришел ко мне. И он забыл. Забрать свои чётки в Панжабе. Он уже оказался в Калькутте. Чётки там. И он спросил. Можно Гурдев получить новые чётки? Он спросил. Где твои чётки? Я сидел в это время в комнате. Гурдев. Я забыл их. Где? Гурдев. Я сказал. Панжабе. 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 Возвращайся. В панжабе. Забери свои чётки. Я думал. В то время чётки стоили пятьдесят рублей. Зачем он восемьсот рублей тратит, чтобы он поехал туда за чётками? Нет. Это не вайшнавский этикет. Этикет таков, что чётки – это наше божество, как ребёнок. Если вы где-то забыли своего ребёнка, вы не можете его чем-то заменить. Вам нужно вернуть своего ребёнка обратно. Точно так же. Он учил. Много раз я был рядом с Ним. Я видел. Он всегда следовал этикету. Никогда не нарушал его. Таковы наставления. Поэтому нужно очень аккуратно обращаться с чётками. Однажды была в Джаганатпури. Проходил Нагар Сан-Киртан. И бедные решили принять омовение в океане в Джаганатпури. Никогда не купались в океане. У Саньяси были данды. Такой сильный ветер, что одна данда упала. Прямо сейчас начнётся проблемы какие-то. Прямо сейчас. Данда представляет собой Господа. И он упал. Значит, какие-то проблемы могут быть. Но в тот же день появились проблемы в Пури храме. Как я говорил. Это было тридцать пустынг. Это было тридцать пустынг, а где? Прабхупады, Бактисинансарасвати в Пури храме. Мои дедушки, где-то 40-50 человек из семьи, мы отправились туда. Шесть из нас оставалось там более месяца. Программы проходили. Я в то время был студентом. Я был там смотрел. Все эти Липати, Лапа, Джабху, Прабху, Чики, Прабхупа, Мой Гуру Дэль, Бог Насаня Харат, Шанта Господь Махарат, Шанта Господь Махарат. Большое сохранение Санкиртовы. Казалось, что весь Гаудиамат собрался там. Но там еще не было построен зал для Санкиртовы. Сейчас уже там есть этот зал. Небольшая гостиница и храм. Все остальные жили в отеле Дармашава. И в день установления. Я помню этот день. Киртан Тиртхи Махаратжи. Там было пять или шесть человек. И вы знаете, что Киртан сейчас. Это в пандал. Небольшой пандал. И в пандале. Рам Прабху. Рам Прабху. Я. Тирта Господь Махаратжи. Тирта Бада Прабху. Пять или шесть человек. Тирта Господь Махаратжи. Тирта Господь Махаратжи. Очень простой Киртан. Но вибрация была. С такой глубокой. Что привлекало внимание людей. Я помню этот день. Радхи Радхи Гобинда. Гобинда. Радхи 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 Радхи. На эту мелодию, как я пою. Он пел. Радхи 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 Гобинда Радхи. Его лицо. Его лицо. Его лицо. Такое чувство. Такое чувство. Его лицо. Я сидел там с девяти утра. Я увидел, что собирается больше и больше людей. И я увидел, что Шанта-Гусайма пришел киртану, и вести киртан начал, и все это закончилось, и Шанта-Гусайма начал киртану, это арати киртан, полуденная арати. И за пределами ворот храма стоял мой духовный учитель, и по его указанию, тиртан Махараш проводил арати, первое арати этого нового храма, Радхан Айанамани, он проводил это арати, по указанию моего духовного учителя. Такого была прекрасная сцена, когда тиртан Махараш проводил арати, Шанта-Гусайма Махараш проводил киртан, и все мы, мы все повторяли за ними этот киртан. И большое скопление людей, на языке невозможно объяснить, такую прекрасную атмосферу, которую он создал там. Киртан Махараш завершил арати. Было большое скопление людей. Потом прасад. И его киртан и арати церемония. Она казалось, что Махараш завершил арати. Потому что он так напоминал Махараш завершил арати. Есть множество других историй. Я об этом буду говорить еще позже. В Одессе, потому что есть много историй. Одесские преданные хотят организовать фестиваль разлуки с церемией Махарашем 2 мая в Одессе. Целый день посвящен арати. Еще больше всего о славе тирки посвящен арати. Мы будем рассказывать в Одессе то, что я реально видел сам. Сейчас уже час дня. И мне было сказано, что нужно в два часа покинуть этот зал. Потому что сейчас у вас будет рассада. Присажать. Спасибо. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.